Если брать по игре, конечно, мы владели преимуществом. Если брать те моменты, когда нам надо было забивать, не хватило мастерства, конечно. Не хватает, не только в этой игре. Если комментариев больше нет, тогда переходим к вопросу. Пожалуйста. Ловен Евгеньевич, считаете ли вы, что сегодня команда заработала очко или потеряла глаза? Потерял, конечно, два. Потерял однозначно. Готовы ли были вы именно к такой игре? Мордовия хоть чем-то вас удивила, что-то преподнесла, сюрприз какой-то? Ничего не удивилось, никаких сюрпризов. Говорили, что команда очень опасна по стандартным положениям. Все показывали, рассказывали, по номерам всех поставили, и нам опять забили. Это уже начинает, правда, бесить. Но, к сожалению, выбор у нас небольшой. Владимир Евгеньевич, как вы считаете, Павла Якова не хватило на втором таблице на решающий момент игры? Ну, конечно, такой мастер. Естественно, от него всегда ждешь результата. Плюс он много пропустил. Опять же, это ненужная травма. Но, если сказать про Пухова, который вышел вместо него, в плане игры мне очень понравилось. И активно, и опасно. Ну, молодой парень, конечно, не разобрался. Был у него хороший момент, неправильное решение принял. Потом тоже здорово вылез в середину. Зачем бить? Сколько мы уже об этом говорим? Да не надо бить 40 метров. Найди кого-нибудь, двигайся дальше. Ну, а так, в общем, конечно, я скажу так, что своего выхода на левом фланге стало опасно. Большое количество повреждений и травм сегодня. Это следствие чего, на Ваш взгляд? Ну, следствие того, что все ребята, да, вот почему у нас там такие вот проблемы, в принципе, потому что все играют с микротравмами. У всех что-то побаливает, мы все прекрасно понимаем, но играть надо. Ну, искусственное поле, наверное, я думаю. Скорее всего, искусственное поле, потому что как раз вот эти вот рецидивы, они и дают о себе знать именно на искусственном поле. Спасибо. 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 Спасибо.